Когда Лев Толстой писал свой роман, наверняка он даже не подозревал, в какую всенародную любовь выльется его творение, и что двойники его главной героини, графини Анны, будут встречаться в самых разных уголках планеты. О бессмертии романа говорить не приходится, а совместный проект Музея-усадьбы Ясная Поляна и Google Россия стал еще одним подтверждением популярности Анны Карениной. Здесь все идет в режиме онлайн. Сейчас, здесь и сейчас. И любой пользователь интернета, где бы он ни находился, на любом континенте Земли, может послушать Анну Каренину. И как раз таки уникальность проекта в том, что здесь интернет-технологии используются во благо. Уникальность проекта не только в выбранном романе, но и в способе его прочтения. Все произведение разделили на 728 фрагментов, раздали участникам из 30 городов мира. И они один за другим прочитали его вживую, в режиме онлайн. Два дня читательского марафона были захватывающими и сложными. Ведь для участия в проекте необходимо специальное оборудование и качественный интернет. Технические проблемы у нас практически исчезли с того момента, как ненецкая компания электросвязи дала нам быстрый интернет. За что им? Низкий поклон, респект и ухажуха. Сейчас мы говорим о том, что во всем мире люди за счет именно информатизации сплотились. Мы теперь воочию можем видеть, как люди общаются. Но если они общаются, они читают одно произведение во всем мире, передавая эстафету от одного к другому. Но я считаю, это идея очень хорошая. Подготовка к заветному дню длилась более двух месяцев. Настраивалась техническая часть, подбирались участники. Из 50 заявленных на Ренмарцев жюри отобрали только 10. Еще столько же участвовали вне конкурса. Благодаря настойчивости и находчивости организаторов, непреодолимому желанию участников, проект был начат. И вот он, долгожданный момент. Каждый участник проекта на каменуне получил отрывок романа, который имеет свой порядковый номер и продолжительность времени, за который должен быть прочитан. Как только фрагмент заканчивается, эстафету подхватывает следующий участник. Причем он может быть из другого региона. Например, после Валерия Юрьевича читает участник из Владивостока. На Ренмар стартовал в первый день чтений с небольшим отставанием. Но даже технические неполадки, которые были ожидаемы, не испортили настроение участникам. Когда наш город вместе с сотнями других городов, столиц мировых, мегаполисов, миллионников и так далее, включаются в такой проект, мы, естественно, должны прилагать усилия и участвовать для того, чтобы популяризировать и наш город, и наш округ, чтобы не чувствовать себя замкнутыми и отделенными от всего остального культурного мира. По окончанию чтений все отрывки были сложены в видеороман. Уже сегодня его можно увидеть на сайте организаторов. И кто знает, может в недалеком будущем по нему будут изучать Толстого в школе.